Друзья, всем привет! Сегодня на обучающем обзоре, можно сказать так, интересный профиль, с помощью которого можно сделать следующие вещи. Переход уровня с нишей и подсветкой, тогда используем маленькую заглушку. Переход уровня, используя большую заглушку, но тогда уже без подсветки. Используя небольшую заглушку, можно сделать небольшой переход уровня. Все это делается с отличным примыканием. Ну а теперь переходим к практической части, к сборке конструкции, к натяжке полотна и к нюансам, с которыми я столкнулся. Профиль в разрезе выглядит вот таким образом. Как вы можете понять, нижнее полотно заводится вот в этот паз, верхнее, соответственно верхний паз. Также здесь есть место для установки светодиодной ленты, которая потом закрывается светорассеивающим экраном. Есть вариант из поликарбоната, он встает достаточно ровно. И также есть еще вот такая резиновая силиконовая заглушка, светорассеивающая. Но она встает более круглым таким вариантом. Но если это достаточно сложная конструкция, на которой есть углы, я использовал там такую вот силиконовую, потому что ее проще там было установить. А если делать по прямой, тогда, конечно, лучше воткнуть поликарбонат, так как света она будет пропускать больше. Вот этот паз, куда заправляется натяжной потолок, затем закрывается алюминиевой заглушкой. Выглядит она вот таким образом. И для того, чтобы она держалась, здесь надевается такой вот небольшой уплотнитель. Мы ее устанавливаем. И вот таким образом она у нас закрывает все те части натяжного потолка, которые не должны быть видны. А для того, чтобы получить высокий переход уровня, ну, естественно, уже подсветки у вас там не будет, используется вот такая алюминиевая заглушка. Она похожа на прошлую, только с высоким бортом. Устанавливается она в этот же паз. То есть тоже закрывает то место, куда заводится натяжной потолок, но только по высоте она уже больше. То есть натяжной потолок у вас выходит уже сразу же по окончании этой заглушки. И у вас получается такой переход уровня. И также в этой линейке профилей, забыл назвать, это Sophie Marcel Multiline называется, есть вот такая уменьшенная версия. То есть как будто мы вот эту часть берем. У нас остается здесь переход примерно 3 см. Заводится сюда верхнее полотно, нижнее полотно. И все это закрывается алюминиевой заглушкой. Профиль, заглушка, натянули полотна, установили заглушку. И она все закрыла. Все у вас получается полотно зашло сюда, полотно вышло сверху, но внешне это все не видно. Просто вы видите только полотно натяжного потолка. Внешне это все выглядит довольно таки просто. И теперь переходим непосредственно к установке самой конструкции. На одной конструкции я решил использовать два профиля. С одной стороны это по прямой, с примыканием к стенам будет вот этот профиль. А с другой стороны этой же конструкции будет использоваться маленький профиль. По стенам использую теневой профиль, тоже компанией Sophie Marcel. Разрез вы сейчас его наблюдаете. Вторая конструкция более сложная. На ней присутствуют как наружные углы, так и внутренние углы. И также два примыкания к стенам. Для того, чтобы вам собрать какую-либо конструкцию с этого профиля, конечно же, вам понадобится торцовочная пила. У меня диск там небольшой, 216. И вот прям немножечко не хватает, чтобы пропиливать данный профиль. То есть его пилишь-пилишь, и потом немножко его приходится ставить под углом. Поэтому прям супер-мега четких соединений у меня сделать не получилось. Но если у вас торцовка с большим диском, то это получится у вас без проблем. Конечно же, если торцовочная пила у вас нормально настроена и хорошо пилит уголь. Перед сборкой конструкции из этого профиля, друзья, я рекомендую либо черным маркером пройтись торцы, либо можете из баллончика подкрасить их тоже в черный. Для того, чтобы алюминий там не светился. Потому что если вы этого не сделаете, и где-то будет виден алюминий, и потом можно включить подсветку, словить зайчика на вот этом алюминии, и это будет портить общую картину. Поэтому все торцы желательно проходить, подкрасить их в черный, ну, либо маркером, либо, как я уже сказал, краской. Части профиля отпиленные теперь собираю в конструкцию. Во внутренней части можно использовать уголок, точнее даже нужно. И тут, друзья, смотрите, чтобы у вас саморезы не попадали вот в эту часть, где будет установлена светодиодная лента. То есть крепим в нижней части и в верхней. Снизу профиль я тоже скрепил, используя вот такие вот уголки. Но я его ставил даже не один, можно поставить один вот здесь посредине, но я делал конструкцию более крепкой, то есть ставил ее поближе к самому краю. Использовал два уголка, то есть ближе к наружнему краю и ближе к внутреннему. Так конструкция получается крепче. Теперь необходимо нам этот профиль пристыковать к стеновому. Благо у стенового теневого профиля здесь ровная поверхность, и пристыковывать достаточно легко, я считаю. Причем это можно сделать двумя способами. Один более халявный, на одной конструкции я использовал его. В этом способе я только в стеновом профиле делаю спил под 45 градусов. И вот эта верхняя часть самого профиля перехода, видите, она не доходит до стены. Тут получается щель. Тут, конечно, друзья, решать вам, какой способ выбрать. Конечно, красивее, когда верхняя часть доходит до стены. И во втором случае я сделал такой вариант, чтобы вам показать и тот, и тот. Для того, чтобы верхняя часть доходила до стены вплотную, мы, естественно, спиливаем нижнюю часть профиля на толщину стенового профиля. А вот эту верхушечку, которая должна доходить до стены, нужно оставить. Но там, конечно, надо работать более аккуратно, потому что сам профиль может поцарапать вашу стену. С нижним примыканием все достаточно просто. Выставляем по вертикали, по горизонтали, чтобы никакой профиль не торчал из плоскости другого. И обрабатываем все это либо суперклеем, и также можно прыснуть немножко отвердителем. Затем все это обработать шкуркой, чтобы не было никаких углов. Также стыки самого профиля мультилайн тоже нужно обработать. Я обрабатывал клеем, просто капал обычный суперклей, то есть не тот, который в комплекте идет, потому что в комплекте он достаточно густой, а если вы четко отпилили, то он не протечет вовнутрь. Поэтому я использовал обычный суперклей, а отвердитель брал из комплекта, а затем все это обрабатывал наждачной бумагой. Теперь верхнее соединение стенового профиля и вот этого. Я действую логически из того, как на бесщелевых, на обычных делается это примыкание. Делал его по-разному. Где-то спиливал на стеновом профиле небольшой уголок, где-то подвел его с небольшим зазором к этому профилю, но потом выяснилось, что надо действовать немножко по-другому. Но это я вам покажу после того, после натяжки, как лучше всего это сделать и где у меня был косяк, потому что все это выясняется в практических испытаниях, как говорится, на стенде, в полях, в работе. А вот с маленьким профилем тут я уже действовал немного не так. Я прикрутил сначала, как и всегда, этот профиль стеновой подвел сюда, к этому профилю, но я обратил внимание на следующее. То, что вот эта заглушечка, видите, она располагается выше, чем вот это место. И если я подведу профиль стеновой до этого места, как везде, то у меня потом заглушечка туда не встанет. Поэтому я сделал следующим образом. Я установил заглушечку, подложил туда две толщины полотна, то есть я полотно натяжного потолка взял, склеил вдвойне, подложил его туда, и уже на эту заглушку, как бы прижав ее профилем через полотно, на таком расстоянии установил стеновой профиль. То есть у меня получилось от заглушки зазор в две толщины полотна, чтобы я не порвал полотно, когда буду останавливать потом эту заглушечку. Сам профиль, конечно же, мы устанавливаем на уголки к потолку. Также, где он приходит к стенам, можно дополнительно установить уголок и закрепить его к стене. Также, сами примыкания я прошелся клеем, чтобы приклеить его к стеновому профилю, чтобы эта конструкция не шевелилась. Тут, ребят, прям обратите пристальное внимание, чтобы у вас все это стояло четко, жестко, и не было никакого шевеления. Все углы, все примыкания, затем, как я уже говорил, обрабатываем наждачной бумагой, чтобы все это было гладко, ровно. Можно сделать небольшие скругления, чтобы полотно у вас не порвалось. Все проходим, все обрабатываем, все проверяем, чтобы потом не возникло никаких оказий при натяжке потолка. Если у вас этот профиль будет использоваться с подсветкой, а скорее всего так и будет, то вам необходимо будет наклеить, конечно же, светодиодную ленту. Перед тем, как ее наклеивать, конечно же, паз для ее установки необходимо будет обезжирить. Затем наклеиваем ленту. И вот здесь еще один такой нюанс. В том месте, где мы не доводили профиль, вывести светодиодную ленту, конечно же, легче. Потому что там есть расстояние до стены в сантиметр. И без проблем туда можно вывести хоть провода, хоть остаток светодиодной ленты. Все это делать достаточно легко. А там, где мы доводили профиль до стены вплотную, там не забудьте вырезать в этом пазе отверстие, для того, чтобы можно было вывести питание ленты. Либо же, если у вас остается небольшой кусок ленты, его тоже нужно будет вывести за профиль. Но для того, чтобы она не светила под потолок, а то у вас получится нехорошо и некрасиво, на нее одеваем термоусадку. То есть на тот хвостик светодиодной ленты, который будет у вас находиться внутри потолка, одеваем хвостик термоусадки. И также потом все вот эти части, все прилегания, где может пробиваться свет, заклеиваем алюминиевым скотчем, чтобы свет у нас не попадал за натяжной потолок, потому что это будет некрасиво. Для светодиодной ленты вам, конечно же, понадобится блок питания. И тут, если вы заранее продумаете, где он будет расположен, это будет классно. То есть, либо в какой-то шкаф, либо в какой-то распределительный щиток заранее проведете провода. Но такое бывает не всегда. А если вы сразу не предусмотрели, где располагать блок питания, то можно воспользоваться вот такой вот решеткой. Она же будет работать и как вентиляционная решетка, и за ней можно расположить блок питания. Причем я взял такую вот удлиненную площадку. Для чего? Сейчас объясню. Конечно же, есть вот такие вот площадки. То есть, она одинакового размера. И если она у вас одинаковая, тогда блок питания вы располагаете под отверстием. То есть, закрепляете его к потолку, предварительно. И обслуживать его будете через отверстие. То есть, он к потолку прикреплен. Вы решетку убрали. Если что, открутили, заменили. И все. Но большая мне почему нравится, чтобы не крепить блок питания к потолку. То есть, мы можем прикрутить все провода и просто потом положить блок питания. И пусть он там располагается. Вот сама металлическая решетка. И в комплекте еще идет небольшая москитная сеточка. Для того, чтобы у вас за потолок не залетели мухи. Одной рукой не очень удобно выровнять. Не получилось. То есть, вот вы закрываете и все. У вас такой красивый вид. Особенно, если с теневым профилем будете использовать тогда лучше черную. Но они, конечно, есть белые. Вот для примера белая решетка, которая не удлиненная и размер у нее поменьше. То есть, размеры бывают разные. Бывают круглые решетки. Бывают прямоугольные. Используйте ту, которая вам больше подходит. Несмотря на то, что тут мой значок делаю эти решетки, конечно, не я. Это мне ребята для видоса такую красоту сделали. Вот у меня такие образцы лежат. В чемодане я заказчикам показываю. Вот делает их Атлант. Можете на Озоне найти. Набрать магнитные решетки. Атлант. Вот тут даже ватсап есть. Можно на ватсап написать. Вконтакте тоже есть. Точно так же ищем магнитные решетки Атлант. И там куча дизайнов, размеров. Круглые, прямоугольные. На любой вкус и цвет найдете себе. После того, как установили светодиодную ленту, блок питания, все это соединили, обязательно проверяем на работоспособность. И затем можем установить светорассеивающую заглушку. По прямой я использовал поликарбонат, а на более сложной конструкции использовал силиконовую заглушку. На углах с ней работать проще. На внутреннем углу просто ее подрезаем, а на внешнем делаем небольшие косыночки, для того, чтобы заглушка могла загнуться под внешний угол. Все поставили, установили, светодиодная лента работает, и переходим к натяжке полотна. Натяжка самого полотна. Тут я переживал, скажу честно, наверное, больше всего, потому что присутствуют наружные углы, которые необходимо будет обтянуть внутренние углы, плюс полотно, неизвестное полотно, тоже изготавливал Софи Марсель, я им не пользовался, то есть у себя в городе-то я использую достаточно толстые полотна, а здесь непонятно, какой оно толщины, вот, но в принципе все прошло без каких-то таких особых косичков, да, где-то было, немножко подорвался угол, забыл я там, наверное, убрать заусенку, и об эту заусенку у меня образовалось небольшое отверстие в потолке, если можно так сказать, но в чем плюс данного профиля, я подклеил все это отверстие, чтобы оно не расползлось дальше, и потом все это просто закрывается заглушкой и ничего не видно, что у вас там внутри, где у вас какой там косячок получился, где-то небольшая натяжка была, потому что здесь усадку делали 4%, но непонятно, если сделать 10%, вроде бы стенд небольшой, может это будет много, вообще, как бы 8-10% надо делать усадку, тут усадка была меньше, и от этого может собрались какие-то лишние морщины, и вот эти все морщины, все вот эти недочеты, где-то лишний гарпун был на углу, все это потом закрывается заглушкой, и выглядит все четко и классно, внутренний угол, там я разрезал гарпун, растащил его в сторону, образовалась небольшая линзочка, я ее вклеил, и затем она прижимается заглушкой, то есть, никакой линзы там нет, вы можете конечно попробовать, может быть с большей усадкой это получится лучше, можете попробовать особо не разрезать гарпун, не растаскивать его в стороны, а оставить эту линзу, которую потом сможете аккуратненько зажать заглушкой, но это не точно, я так не делаю. Места примыкания профиля к стене и перехода его на стеновой теневой профиль получились вообще без каких-то особых проблем, угол на гарпуне я срезал, все заправил, все подтянул, потом лишний гарпун попытался максимально заправить в паз профиля, а потом все это также перекрывается заглушкой и получается все достаточно четко. Главное, чтобы у вас лишние какой-то бахромы, лишнего гарпуна не было видно снизу, то есть со стенового профиля, чтобы это не просматривалось. После натяжки такой достаточно сложной конструкции я приступил к натяжке конструкции, которая собрана по прямой, там было 4 примыкания, но примыкания не вызвали никаких особых проблем, все пошло нормально, по накатанной. Единственный момент, на который я и обратил ваше внимание, чтобы хорошо закрепить и приклеить данный профиль к стеновому, так как у меня была конструкция сама узенькая, то есть натяжка все равно получилась достаточно большая, и у меня была такая вот сила сжатия, и вот этот профиль у меня так скажем оторвался от стенового и получился такой небольшой конфуз на стыке. Обращайте на это ваше пристальное внимание. Нижние полотна натянуты, и теперь переходим к верхним. По самой сложности установки верхних полотен сначала я как-то переживал, потому что я пытался максимально прижать стеновой профиль к профилю перехода, да, чтобы здесь был минимальный зазор. Но, как оказалось, этого делать не нужно, потому что по всему периметру, да, по этому профилю здесь получается зазорчик между профилем перехода и верхним полотном. Этот зазор составляет примерно миллиметра два. И там, как раз, где я прижал профиль максимально к нему, у меня получилось так себе, потому что везде идет зазорчик такой небольшой, а у стены у меня получается оп и вплотную. Как бы смотрится это так себе. Поэтому нужно делать зазор приблизительно миллиметра два, тогда все получается четко и полотно я завел гораздо бы проще, потому что тут мне приходилось идти на всякие ухщерения, то есть я немного откручивал сам профиль, заводил сначала полотно, потом этот профиль назад прижимал, да, получалось плотно, но по итогу это оказалось так скажем обезьянкина работа, которая оказалась не нужна и сделала только хуже. Вот идет зазор и здесь видите у меня прижат профиль максимально к профилю перехода да это с моей стороны казалось что это правильное решение но по итогу это оказалось не так это только усложнило мне работу и выглядит это видите вот такой дугой также здесь видите я не довел профиль то есть он у меня находится в одной плоскости с вот этим профилем но для того чтобы завести полотно я немного не довел видите здесь такая щель остается и здесь видите полотно вмялось а если бы я поднял вот этот профиль выше вверх и завел его туда то у меня получилось бы ровная линия и я без проблем бы натягивал все эти полотна то есть вот смотрите как здесь тут я потом снял часть полотна поднял немного профиль и получается смотрите у нас линия уходит четко туда за профиль и я легко шпателем могу и туда полотно установить и туда его протолкнуть и вот этот зазор получается везде одинаковый а вот это как раз та часть где у меня отклеился профиль при натяжке то есть его начало туда тянуть видите он соскочил и вот здесь получилась такая нехорошая шишечка больше никаких проблем с натяжкой верхнего полотна у меня не возникло и если бы я это предусмотрел заранее то есть стеновой профиль как я вам показал поднял бы выше на пару миллиметров то натяжка прошла бы у меня гораздо легче и не возникло бы следующего нюанса с установкой вот этой вот большой заглушки а нюанс заключается в следующем что так же как и вот здесь нужно было поднять вот этот профиль для того чтобы заглушка не уперлась в стеновой профиль а здесь заглушка так же располагается на эти пару миллиметров выше и она у меня уперлась в стеновой профиль пришлось мне видите для установки сделать такой вот скос то есть по идее можно действовать так же как я делал вот с этой стороны я установил кусочек заглушки подложил туда пару полотен толщины то есть надо было здесь прогнать заглушку до конца положить туда два полотна и прижать стеновой профиль положив его просто на вот эту заглушку тогда вот это расстояние у меня получилось бы четким у меня бы встала заглушка и как я уже говорил я бы не извращался да то есть вот сюда вот завести полотно согласитесь достаточно сложно да надо профиль открутить завести потом закрутить и полотна бы хорошо воткнулись установились и вот этой вот штуки бы у меня не получилось уплотнители я также нарезал кусочками и прихватил их на суперклей доводим до стены можно либо нажатиями либо небольшими легкими ударами завести эту заглушку в профиль вот и здесь все так же офигенно четко получается теневой профиль теневой профиль заглушка до стены и с решеточкой все это вообще бомбически сочетается прям вообще классно но теперь давайте посмотрим все что у меня получилось в более близком ракурсе вот этот угол я вам уже показывал что переделать на нем не останавливаемся смотрим само примыкание то есть вот это стеновой профиль и все что там внутри есть непристойного оно все закрывается заглушкой вот стык заглушки тоже достаточно легко его сделать ну конечно торец нужно будет подкрасить в черный внутренний угол вообще получается замечательный никаких линз здесь нет профиль сводится один к одному и все получается четкая такая линия как вы можете обратить внимание вот эта заглушка она располагается выше чем сам перегиб на пару миллиметров то есть если мы стоим за уровнем у нас просто белый потолок то есть это специально сделано чтобы не было вот этой черной окантовки по периметру с этого ракурса отсюда у нас уже идет черный кант высокий переход уровня то есть здесь видите полотно лежит на вот этой заглушке угол точно так же получается четкий тут я установил высокую заглушку и маленькую заглушку здесь как я вам уже говорил вот он мой косяк что пришлось сделать под углом сам приход теневого уровня все получается нормально следующая часть по прямой здесь косяк я вам показал у меня профиль отклеился вот это все закрывается ничего видно не будет вот заглушка здесь также приход теневого уровня к переходу все четко и маленький переход смотрится тоже все четко подошел сюда профиль полотно выходит сразу же из под заглушки вот такие примыкания и посмотрим с другой стороны решетка вписывается прям органично во всю эту композицию также алюминиевая заглушка доходит до стены и смотрим примыкание прям все четко офигенно но друзья мы с вами и ознакомились с таким вот профилем от компании софи марсель профиль 074 называется мультилайн почему я говорю мы потому что я с ним тоже так скажем впервые ознакомился впервые его устанавливал впервые натягивал то с чем я столкнулся друзья я вам рассказал чтобы вы не допустили таких же ошибок при монтаже и я надеюсь что у вас все будет складываться гладко и вы будете делать четкие классные потолки надеюсь видос был для вас полезным увидим сейчас новых видео всем удачи пока до новых встреч субтитры